подтяжки со связями нельзя сказать что подтяжки это самое важное из того что человек на себя надевает некоторые подтяжки вообще подтяжками вообще не пользуются только сами подтяжки почему то обычно считают что без них но никак нельзя обойтись и даже полагают будто иначе брюки упадут на землю вот подтяжки и норовят убедить всех вокруг что если кто-то в этом мире отвечает за правила приличия так это они подтяжки и что нет ничего не приличнее на свете чем потерять брюки на глазах у всех представьте себе пожалуйста господа настаивают обычно подтяжки делового человека в дорогом костюме при галстуке с портфелем приходит он на какую-нибудь важную встречу протягивает руку для знакомства а в этот самый момент с него соскальзывают брюки остается он стыдно сказать в трусах она конечно не очень приятно дело ясное да только так уж совсем просто брюки на землю все же не падают у любых порядочных брюк пуговицы есть а иногда даже и молния впрочем подтяжки ни пуговицам ни молниям никогда не доверяют наши подтяжки тоже не доверяли подумаешь пуговицы подумаешь молнии говорили они пуговицы оторваться могут а молния часто заклинивает вот и получается что на самом-то деле нет ничего важнее подтяжек и с ними соглашались ходили даже слухи что это не просто подтяжки а подтяжки со связями кто и когда пустил такие слухи неизвестно но в конце концов все этим слухом поверили и многие даже стали побаиваться подтяжек подтяжек со связями ведь если о ком-нибудь говорят со связями дело значит не шуточное дело значит такое что и вправду важная персона перед нами персона знакомая с другими важными персонами с таки с какими такими важными персонами были знакомы наши подтяжки подтяжки со связями оставалось только гадать может с министрами может с дипломатами может с директорами какими-нибудь только вели они себя так словно были знакомы со всеми сразу и с министрами и с дипломатами и с директорами и со многими другими когда например цепочка от часов пожаловалась, что у нее от постоянного качания все перед глазами плывет, подтяжки со связями тут же сказали. Не волнуйтесь, мы свяжемся с кем следует и замолвим за вас словечко, чтобы вас на другую должность перевели. На какую-то другую, сапатка спросила цепочка от часов. Ну, например, на должность цепочки для кулона. Ей столько качаться не приходится. Она лежит себе вокруг шеи, в ус не дует. И цепочка от часов начала мечтать о новой должности. Да только все впустую. Дни шли за днями, а кулону на нее никакого так и не вешали. Но когда цепочка от часов в отчаянии спросила у подтяжек со связями, скоро ли ей приступать к новой должности, те возмутились. Ну, можно ли быть такой нетерпеливой цепочка от часов? Вашим вопросом сейчас как раз занимаются. Не надо думать, будто это так просто получить повышение. Мы используем все наши связи, чтобы улучшить вашу жизнь. А вы неблагодарная. Нас же еще и торопите. Нам же не только вам помогать приходится, но и многим другим. В этом была доля правды. Подтяжки со связями почти каждому чего-нибудь наобещали. Шелковые бабочки, что отпустят ее на свободу в леса и поля, чтобы ей не сидеть неподвижно на шее все время. Заколки для галстука, что поднимется она по служебной лестнице и станет заколкой для шляпы. Стальным наручным часам, что назначат их золотыми наручными часами. А замку от портфеля, что похлопочет для него о вакансии замка от сейфа. И все терпеливо ждали. Да только вот перемен никаких не происходило. Терпение, друзья, то и дело утомленно говорили Подтяжки со связями. Нам столько всего организовать надо, что просто хоть лопни. Вы думаете, это так просто? Вершить судьбы? У нас, конечно, связей больше, чем достаточно. Да ведь и свою работу еще делать надо. Брюки держать. Они, мерзавцы, так и норовят на землю заскользнуть. За ними глаз да глаз нужен. Отвлекись на секундочку, уже лежат на земле да ухмыляются. И никакие правила приличия им неведомы. Несмотря на то, что никто и никогда не видел брюки, лежащими на земле, все, тем не менее, были исполнены уважение к работе Подтяжек со связями. Еще бы! Правила приличия – вещь серьезная. А в один прекрасный день Подтяжки со связями сказали. Ну, вот что, друзья, у нас есть кое-какие связи там. Подтяжки со связями многозначительно указали на небо. И мы решили, что настала пора похлопотать о том, чтобы нам дали добро на переселение вас всех поближе к Господу Богу. Хватит вам здесь на земле ошиваться да мечтать о маленьких повышениях в должности. Переселим-ка мы вас всех прямо на небо. Как же это может у вас получиться? – затаив дыхание, спросила Шелковая бабочка. Во-первых, есть у нас кое-какие связи, – охотно повторили Подтяжки со связями. А во-вторых, мы и сами можем поднапрячься и подтянуть вас туда. Тут Подтяжки со связями напряглись как могли и, держась застежками за брюки, начали подтягивать все сооружение вместе с человеком к небесам. Раздался оглушительный треск, и Подтяжки со связями лопнули, безжизненно повиснув где-то у самых ботинок. Брюки, конечно, не упали на землю, им хватило пуговицы молнии, чтобы удержаться вокруг бедер, а Подтяжки хотели связать, да ничего не получилось. Вскоре на брюках вокруг пояса появился замечательный кожаный ремень. Он радостно поприветствовал новых знакомых, но те в ответ на его приветствие только тяжело вздохнули. Для них это был ужасный день, потому что вместе с Подтяжками лопнули сразу все их мечты о том, что это были пустые мечты. Они, конечно же, ничего не знали. Конец.